Добрый день, это Игорь Виттель, это продукт с Игорем Виттельным. В гостях у меня Константин Угрумов, президент Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов, и Валерий Жизанский, представитель Комитета Совета Федерации по Социальной Политике, лидер Союза Пенсионеров России. Беседуем сегодня, как вы уже поняли, о пенсионной реформе. Валерий Владимирович, вопрос сначала к вам. Я вот столкнулся с тем, что даже люди, которые сведущи более-менее в экономике, ничего не понимают в последнее время про пенсионную реформу. То есть уровень информирования населения вообще практически нулевой. С чем, на ваш взгляд, это связано? Наверное, это связано вот с чем. Дело в том, что начинал я где-то с 1998 года, когда впервые Государственная Дума предложила в качестве некого такого первого шага перевода пенсионной системы на страховые принципы, так называемый 113-й федеральный закон. На ряду с ним действовал 340-й, который исповедовал несколько другую формулу зачетных стажей. 113-й закон построен был уже на принципах перехода на принципы страховые. Я бы сказал так, только-только перехода. И вот с того момента времени достаточно сложно протекает переходный процесс из одного состояния пенсионной системы Советского Союза в пенсионную систему, основанную на рыночных принципах, на страховых принципах. Он на сегодняшний день проходит, и, как правило, действительно, процессы перевода из одного состояния в другое достаточно сложны с точки зрения инструментария пересчета. Но, тем не менее, за эти 12 лет ни в одном из этих исторических отрезков времени положение пенсионеров в этой части не ухудшалось. И в этом, может быть, одна из сторон того, что пенсионеры не беспокоятся. Они верят в то, что во всех этих преобразованиях пенсионная система не ухудшает свое положение, пенсионная система не предусматривает... Как-то не ухудшает свое положение, Константин. На самом деле, насколько я понимаю, пенсионная система более чем ухудшает свое положение, потому что у нас есть громадный дефицит пенсионного фонда. И задача пенсионной реформы сейчас, насколько я понимаю, то, что происходило в последние дни, это, с одной стороны, уменьшить дефицит пенсионного фонда, уменьшить трансфер из федерального бюджета. При этом нужно было, с другой стороны, не повышать пенсионный возраст, не урезать размер пенсии, продолжать их индексировать, и, с третьей, в принципе, не увеличить налоговую нагрузку на работодателя. Я правильно получаю? Да, все правильно, да. То есть, это, знаете, как, пойди туда, не зная куда, и реши задачу с тремя неизвестными. Но тут более чем три неизвестные. Да, я с коллегой Рязанским полностью согласен, что переход от распределительных советских принципов на принципы страховые идет крайне тяжело. А поясните для наших радиослушателей, на самом деле, что такое страховые принципы, что такое распределительные, потому что, как выясняется, и это не все знают. Ну, это достаточно просто. Распределительные все платят, не работодатели платят, ну и граждане в советское время платили 1% в общую пенсионную систему, а дальше, в зависимости от трудового стажа, ты получал определенный процент от пенсии. Все было понятно. А тогда был беде дефицит, ну и не пенсионного фонда, скажем так, пенсионной системы? А вот этого не знает никто, мы обсуждали, потому что содержание бюджетных. Конечно, внутри никто ничего не понимал. А я хочу с вами поспорить, что дефицит пенсионного фонда, о котором там часто говорят, он же ведь создан достаточно искусственно, вот этим переходным периодом, и он вызван не тем, что некачественно работает сама система пенсионная, а тем, что государство, предоставляя те или иные экономические льготы, преференции тем или иным видам бизнеса, ну, например, Сколоково проект, проект поддержки малого бизнеса, устанавливает на тот или иной период времени более льготные параметры... Налоговые нагрузки. Налоговые нагрузки. Ну, в данном случае страховой нагрузки. Поэтому в данном случае, раз государство сформулировало новые правила игры, то, естественно, нужно отвечать на вопрос, а кто по этим новым правилам будет возмещать потенциальные потери пенсионного фонда? Вот мне, как представителю комитета по социальной политике, абсолютно понятно, что это не дефицит бюджета пенсионного фонда, это бюджет, это дефицит, вызванный именно этими решениями. А раз так, государство восполняет, будем говорить так, те вот, ну, что называется, последствия тех решений. И вот новая формула и предусматривает, что называется, равную ответственность всех участников процесса перед пенсионной системой. Почему мы преференции экономического характера даем за счет взноса в пенсионную систему, а не более льготными тарифами на электроэнергию, на подключение, на арендную плату земли, на налог на землю. То есть вы считаете, что взносы в пенсионную систему трогать нельзя? Нельзя. Игорь, ну я хочу вернуться все-таки к разъяснению. Мы опять ушли в политику, кто виноват. Ну, почему? А пока что делать? Что такое страховая часть? Страховая часть, страховой принцип, это когда человек получает пенсию такую, какая у него была сформирована в зависимости от тех взносов, которые вносил он или за него в течение времени. Да. От размера взносов зависит это. Я, насколько понимаю, простите, раз перебью. Эти взносы, по идее, куда-то вот переводятся. И с этими взносами чего это делается? То есть они куда-то инвестируются. Эти взносы поступают сегодня в Пенсионный фонд Российской Федерации и выплачиваются в виде пенсии тем людям, которые приобрели пенсионные права раньше. А человеку на счет идет как бы не деньги на сегодняшний день, если это не накопительный компонент, а условные единицы, накопленные права, рассчитанные в рублях. Из которых потом, когда я выйду на пенсию, то, точнее, мне будет платиться и с тех, кто будет зарабатывать. Страховая пенсия, она в большей степени отражает солидарные системы. Молодое поколение... А что с накопительной системой происходит? Мне вот очень интересует накопительная система. Это тогда слово наше. Да. Накопительная система 6% на сегодняшний день за людей моложе 67-го года поступает им на счет. Поэтому первое, что нужно сказать, что все, что сегодня касается формирования накопительного компонента, это касается относительно молодой категории граждан России. Это люди моложе 67-го года рождения. Была еще одна такая несчастная категория людей. Это мужчина моложе 53-го и женщина моложе 67-го года рождения. Вот в этом промежутке до 67-го года, которые были вычеркнуты из накопительной системы в 2005 году. Поэтому у них вроде как счета есть. У них какие-то там 3 копейки на этом счетах и на этих счетах есть. Но за них сегодня деньги не перечисляются в эту систему. Так вот, 6% перечисляется в эту накопительную систему и человек на сегодняшний день имеет возможность выбрать, кто будет ему эти 6% дальше приумножать, инвестировать и формировать его будущую часть его будущей пенсии. Либо это частные компании, не государственные пенсионные фонды и управляющие компании, либо это государственная управляющая компания. Крайне важный момент сейчас такой тот, что в конце прошлого года была попытка прекратить это адское шапито, как выражается отдельно у нас товарищи. Это я. Да, и значит прекратить. Но сначала было предложение снизить взносы до 2%, накопительный компонент для всех, что в принципе делает систему абсолютно бессмысленной, потому что 2% вам не дадут никакой существенной прибавки к этой пенсии. Ну, дальше, в общем, президент поправил горячие головы и сказал, что, ребята, давайте-ка мы все-таки дадим людям возможность выбирать. Вы решите за них, сколько за них нужно накопительную отправлять. Каждый человек сам решает. Если он хочет, чтобы за него продолжали 6% отчислять, он должен написать выбор свой. А я могу вообще не отчислять? Конечно. Конечно. Нет, не отчислять не можете. Нет, не отчислять, а не отчислять, да не вы их не отчисляете, вы отчисляете-то эти деньги, не вы. За вас это делает работодатель. Да, ваше право отреагировать. Не ваше. Видите, в чем дело, я столько раз стал... Они не ваши. Вот понимаете, здесь очень интересная штука. Это налог на работодателя, это не ваши проценты. Вот единственное, чем вы можете распоряжаться, как вашими, это накопительными. Так я и говорю сейчас про накопительную часть. Да, вот это вы можете распоряжаться. Либо вы можете их отдать государству, либо частнику. Но вообще... А я не могу их не отдавать. Потому что это, опять, не вы, не с вас. Правильно. Нет, понимаете, в чем дело? У меня просто возникает впечатление, вот сколько раз я там, допустим, на питерском экономическом форуме много лет подряд веду секцию по пенсионной реформе. И постоянно у меня возникает вопрос, что... Вы уж простите, это не в обиду вам сказано. Что те управляющие компании, которые бьются за эти деньги, они хотят получить в управление деньги. А вовсе не заботятся в данном случае о народном благе. Потому что если посмотреть на динамику управляющих компаний, то мне как-то не очень нравится, что происходит с моими деньгами. Я бы ими сам управлял гораздо более разумно. Ну, можно с вами согласиться, можно не согласиться. Управляет ими не только управляющие и не государственные пенсионные фонды. В НПФах за вот все время, пока мы имели возможность привлекать людей, это 20 миллионов человек туда пришло, на минуточку. Доходность, даже с учетом кризисных лет, в абсолютном большинстве крупных НПФов выше инфляции. Даже с учетом кризисных лет. Насчет там управления, то, что там 200 тысяч сейчас просто напрямую управляющим передают, там я не готов рассуждать, почему так получилось. Но я хочу вам одну вещь сказать. Ведь и управляющие компании, и не государственные пенсионные фонды, они не абсолютно свободны в выборе способов, методов управления. Им государство рассказывает, сколько им нужно отправить, куда, в какую сторону. То есть, ни они, ни я не могу выбрать стратегию. То есть, я не могу прийти в НПФ и сказать, ребят, а я хочу спекулятивную стратегию, мне все равно, что будет с моими деньгами. Не можете. Я готов рисковать. Вы знаете, это эффект осторожности, ведь он унаследован у нас из 90-х. Может, и хорошо, что он унаследован. И вполне естественно, что, на первых порах, наверное, вот этот ограниченный инструментарий со стороны государства на то, как использовать деньги обязательной, я подчеркиваю, пенсионной системы и его накопительного компонента, все-таки сводился. После выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Напомню, в гостях у меня Константин Угрюмов и Валерий Рязанский. Мы и беседуем о особе пенсионной реформы. Валерий Владимирович, насколько я понимаю, значит, с этим более-менее понятно. С 1 января 2015 года люди, выходящие на пенсию, ситуация меняется. В новой системе предлагается вернуться, значит, к трехчастной пенсионной системе. Я правильно понимаю, да? Базовая страховая накопительная. Да, базовая страховая накопительная. То есть базовая – это такой аналог нынешнего фиксированного базового размера ФБР, да? Страховая – размер привязан к стажу и заработку. И накопительная пенсия – это аналог нынешней накопительной части пенсии. Правильно? Понятно. Да, вот базовые принципы вы определили совершенно верно. Только надо теперь понять, как формируется и как выплачивается и индексируется каждая составляющая. Базовая – это из федерального бюджета. Ныне это там без малого 3500 рублей. Она будет с 1 апреля, планируется ее индексация по прожиточному минимуму пенсионеру, не ниже. Страховая пенсия – это то, что мы называем распределительным механизмом по части того, кто сколько за свой трудовой стаж внес в пенсионную систему. И в зависимости от некоторых коэффициентов, сейчас о них скажем чуть позднее, будет ее получать, естественно, весь срок, пока будет находиться на пенсию. Накопительный компонент, скорее всего, будет выделен в отдельный закон для того, чтобы удовлетворить требования тех, кто наращивает этот капитал, с тем, чтобы степени свободы было у них побольше. Но, обращаю ваше внимание, что и базовую, и накопительную пенсию вы сможете получить только тогда, когда вы сможете быть участником страховой пенсии. То бишь, отработав 15 лет, имея трудового стажа, и заплатив за эти 15 лет страховые взносы в пенсионную систему с двух минимальных размеров оплаты труда. Если вы эти условия не выполняете, вы не будете получать трудовую пенсию, а будете получать пенсию социальную. Что в этой формуле, Константин Семенович, вам не нравится? Да вы знаете, формулы-то нет никакой. Есть принципы, которые озвучены, они не имеют никакого законодательного решения, ни предложения законодательного нет. И то, что я знаю, что даже сегодня и не вынесено, и в правительство поступила не формула расчета, а просьба утвердить некие подходы. В этих подходах ничего смертельного я не вижу, потому что они, собственно говоря, точно повторяют сегодня действующую пенсионную систему. И вообще, если более внимательно посмотреть на те предложения... Действующая пенсионная система, простите, я вас перебью, она, на ваш взгляд, работающая? Базовая, страховая, накопительная. Ну вот мы с вами перепрыгнули сюда вперед, просто помните, когда говорили о причинах, что же у нас там такого не получается. А вот или в часть, я согласился с Валерием Владимировичем и могу и продолжить. Да дело в том, что просто с 2001 года половина тех заявок, которые были сделаны в 2001 году как реформа пенсионной системы, было просто невыполнено. Вот я вообще не понимаю... Например? Ну, например, закон о профессиональных пенсионных системах, досрочный выход на пенсию. Это 40% выплат. Вы знаете, там очень модно обвинять олигархов в том, что они не давали возможности там провести этот закон, который предусматривал дополнительные взносы в пользу этих людей. Но это откровенная ложь. В 2005 году Российский Союз промышленников и предпринимателей на расширенном бюро управления обратился к правительству с просьбой ввести такие дополнительные взносы, актуарно рассчитанные. Шесть лет этим никто не занимался вообще. А это на минуточку, чуть ли не 30% сегодня нагрузки на пенсионный фонд. То есть неоплаченными взносами идут выплаты. Люди ни в чем не виноваты. Они должны получать эту досрочную пенсию, наверное. И откуда эта дра закрывается? Из федерального бюджета. Сегодня? Так она не из федерального бюджета. Она из того самого бюджета Пенсионного фонда России. И потом за этим обращается в федеральный бюджет. Ну просто уменьшаются пенсии те, которые распределяются. То чем? То есть просто бездействие. Десять лет закон валялся, в прошлом году был просто снят с рассмотрения. Почему? Как таковой. Ну а кто в этом заинтересован? Заинтересован, чтобы сняли? Чтобы этого закону 10 лет такого бездействия. Кто стоит за этим? Я понятия не имею. Ну есть же какие-то предложения. Попробую прогнозировать. Мне представляется, что все-таки в любом случае одна треть действительно недобора в пенсионную систему, это большая цифра. И просто так ее переложить на плечи работодателей, как бы мы их там не называли, олигархами или по-другому. У нас не все работодатели. Совершенно верно. Это все вернулось бы через себестоимость продукции в наши же ценные товары, услуги. Тем более, что громадную часть поступлений составляет как раз бюджетная сфера. Это, в общем, что называется, из левого кармана переложить в правый. Поэтому мне кажется, что все-таки движение в этом вопросе найдено. Вы знаете, что в конце года мы приняли решение увеличить страховую нагрузку на этот вид как раз ранних выходов на пенсию, эти дополнительные взносы. Но актуальные расчеты такие, что нам нужно увеличить практически на 15% обеспечение пенсионной этой категории. Вот сегодня... За счет чего сразу возникает? За счет того же работодателя. Просто 10 лет бездействия привели к тому, что если в пятом году можно было сделать... Ну, вы же знаете. Ну, 15%. Что можно было сделать актуарный расчет и сказать, что за одного работника... Там же разные списки, разные работники. Можно было за одного работника оплатить 2% за другого 10% или даже 15%, да? А в результате получилось, что взяли просто всех, обложили лишним налогом на 2%. Думать никто не хочет. Учитывая, что я в этой системе государственной власти, и, в общем, на меня часть падает вот этих вот обвинений, я хочу сказать, что... Ну, потому что я был депутатом Государственной Думы в этот момент. Просто мы все-таки, ну, будем говорить так, не могли так решительно. Хотя мы тоже были за то, чтобы эти законы принимать. Видимо, не поднялась рука в силу того, что огромное количество обязательств в данном случае ложилось бы на бюджетную сферу, а денег на такое серьезное включение в дополнительные взносы, а уж не говоря там о сельском хозяйстве. Вот это все удерживало. Поэтому сейчас, конечно, появились дополнительные категории людей, которые участвуют в трудовых отношениях, это и самозанятые. И вполне естественно, что сейчас требуется, ну, что называется, донастройка этого механизма. Но донастройка как? Постепенная. Вот сейчас мы увеличили на 2, на 4 процента, потом 4,6, потом 6,9. Вот таким вот образом мы выровняем, более-менее выровняем обязательства этих отраслей, но и замотивируем, в конце концов, приступить к реальной аттестации рабочих мест с тем, чтобы там, где вредные факторы уже, извините, исключить невозможно, там работодатель должен оплачивать более ранний выход по полной схеме. А там, где возможно перейти на более прогрессивные и современные методы труда, исключая вредные производства, там работодатель должен пойти на это. Но при этом, я не знаю, может быть, я только знаю, что вот мудрое решение увеличить в 2 раза взнос для самозанятого населения прибег к уничтожению последнего, как класса. Поскольку за 2 только месяца, сейчас у меня нет цифры, а за первые 2 месяца 2013 года, 280 тысяч человек сдали свои патенты. Просто сдали и все, и ушли в серость. Это правда. При этом, вообще, получить хотели 6 миллиардов рублей, в результате 300 тысяч человек ушло в серые схемы. Но давайте порассуждаем, означает ли это, что из 4 почти с половиной миллионов, вот 300 тысяч, 280 тысяч, как говорится, сдали? Мне кажется, что они до этого и не... Они не все сдали, некоторые просто будут мухлевать сосредоточенные. И до этого не исполняли свои обязательства перед пенсионной системой. Тут просто ужесточение требований заставило их, что называется... А как вы думаете, люди хотят спать спокойно? Хотят. Но при этом давайте... Если существующая система не позволяет бизнесу работать, значит, бизнес уходит в серую или человек уходит из бизнеса. Другой схемы, к сожалению, не придумали. Нам как-то вопрос, не только пенсионные системы, это вообще нормально, как государство получать свои деньги, при этом, чтобы бизнес работал. Я хочу сказать, что это не государство получает свои деньги, а получает пенсионная система. Почему? Неважно. Пенсионная система, это как бы тоже бренч государства. Вы меня, ради бога, простите. Вы сегодня работаете? Да. За вас работодатель в пенсионной системе перечисляет деньги? Эти деньги идут вашим родителям на пенсию. Скажите, пожалуйста, почему родители тех, кто не хочет платить в пенсионную систему, за счет кого они должны получать взносы? Дело не в этом. Просто если вы сегодня моему работодателю скажете, дорогой, давай ты будешь за Игоря платить, грубо говоря, 60%, ну, сейчас, к примеру, или, не важно, но что-то, что моему работодателю будет непосильно. Мой условный работодатель, не будем называть конкретные имена, придумает какую-нибудь схему, при которой он, потому что эта экономика не дает ему быть прибыльным, он не в состоянии. Почему проблемы экономические нужно решать только за счет взноса в пенсионную систему? Почему только за счет взноса в пенсионную систему? А я объясню, почему. Почему мы не решаем? Ну, вы же сейчас привели главную причину эту. А почему мы не рассматриваем? Проблема арендной платы, проблема арендной платы за землю, проблема налога на землю, вопросы, связанные с всякими кадастровыми платежами за межевание и тому подобное, вопросы, связанные с снижением стоимости на подключение к сетям, к электронной энергии, безумные деньги платит бизнес малый. Вот давайте искать здесь корни этих проблем, а не вычисление в пенсионную систему. Она должна быть солидарной. Иначе спрашивается... Вы знаете, Валерий Ильич, вы меня, простите ради бога, но вот у нас на днях царство и небесная была передача про Бориса Абрамовича Березовского. И вот меня всегда как-то не то что возмущает, удивляет, когда люди, которые вместе с ним создавали эту систему, потом начинают возмущаться последствиями этой системы. Вы только что сказали, что вы из власти, вы депутат, вы нам задаете почему-то, вы мне задаете вопросы, почему нельзя их заискать в другом месте. Так вы же создали в том числе систему, в которой у нас чудовищное... А я и объясняю, почему... Чудовищное подключение электричества, чудовищная арендная плата. Вы и убили, Родион Романович. В законе, в законе нет стоимости подключения. Это все, что называется, вопросы, которые решаются на месте некоторыми специалистами от электроэнергетики. Я говорю о том, что те недополученные средства в пенсионную систему бюджет дает и дает сполна, только почему-то все кричат караул, что это дыра в бюджете пенсионного, ничего подобного. Да я просто хочу вернуться от истории России, современной, все-таки в пенсионной системе, что нового появляется. Я считаю, что в новой пенсионной формуле появится в первую очередь более четкая зависимость пенсии от стажа. Потому что сегодня оно фактически не зависит. 5 лет минимальный стаж. Там все-таки... Ну, входной билет, да, 15 лет. Да, входной билет 15 лет. И что еще обязательно появится, это то, что при более позднем выходе на пенсию, то есть стимулирование пенсии, стимулирование более позднего выхода на пенсию будет более ясно и четко прописано. То есть человек, который проработает, скажем, лишних 5 лет, он реально может рассчитывать на прибавку к пенсии порядка 40-50%. Стимулировать за то, чтобы... Да, то есть по политическим мотивам сегодня у нас табу вопрос повышения пенсионного возраста. Соответственно, второй выход, да, это не повышать возраст, а стимулировать людей самим выходить на пенсию в более позднем периоде. А можно вопрос наводящий? Просто я хочу только после выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Напоминаю, обсуждаем пенсионную реформу с Константином Угримым и Валерием Рязанским. Это парадокс с Игорем Витером. Константин Семенович, простите, что я вас перебил. Значит, я хочу за казенный счет удовлетворить собственное любопытство. Я, например, начал работать, если мне память не изменяет, в 87-м году или 86-м, да? А потом я достаточно долгое время работал за границей и жил за границей. Вот в 2003 году я появился здесь, у меня сейчас 10 лет здесь трудового стажа. То есть в новой реальности, когда за меня отчисляли там в пенсионные фонды. У меня как эти 15 лет считаются? Ну, по всем и всем вам еще нужно как минимум 5 проработать, чтобы получать страховую. Пенсию вы получите, но пенсию получите социальную. Ну, базовую. Она, да, ну, базовая, социальная. Нет, не базовая, именно социальная. То есть вообще есть пенсия трудовая, есть пенсия социальная. В трудовой пенсии есть базовая часть для расчета, страховая. То есть у меня не считается, что я начал работать в 87-м году еще при советской власти? Считается у вас... Ну, если вы платили страховые взносы, вам все будет зачитано. Почему нет? Наверное, и кто же тогда не платил? Кто у вас был работодатель? Ну, у меня государственные были компании. Ну, значит, государство за вас платило, у вас есть истории трудовой, книжка, все записано. Почему же нет? Это все засчитывается, и взносы, и трудовой стаж. То есть это не 15 лет трудового стажа, непрерывного? Речь не идет о непрерывном. Общий стаж 15 лет. Хорошо, тогда вернемся от моих проблем к общим. Значит, насколько я понимаю, будут стимулировать всяческих людей выходить на пенсию позже. То есть решили, скажем так, пощипать всех на самом деле, потому что не подняли возраст трудовой, формально, но стали побуждать выходить позже. Страховой тариф тоже, насколько я понимаю, оставляется 22%, но при этом... Остается расчетный параметр 22% страховой тариф. Но предлагают поднять потолок, с которого его берут, потолок заработал. Это нормально? Ну, в принципе, это справедливо. Значит, это справедливо, и справедливо еще в том смысле, что это хоть как-то может помочь сгладить дифференциацию между заработными платами и пенсиями. Сегодня одна из самых больших проблем, в моем понимании... Мотивация среднего класса зарабатывает все пенсии. Да, 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 мотивация. Ну, слушайте, даже вопрос не о каком среднем классе мифическом идет речь, которая там сотни тысяч получает рублей. А речь идет о людях, там, высококвалифицированных специалисток. Ну, я не знаю, там, грубо говоря, вот нефтяники работают, там, те же буровики, они получают там по 50-60-70 тысяч рублей, а выходят на пенсию в 10-15. Ну, вы понимаете, да, то есть человек получал, там, у него был уровень жизни 60 тысяч, это не олигарх, это квалифицированный рабочий, буровик, еще кто-то. А пенсия у него 15 максимум, у нас на сегодня вообще верхний край пенсии ограничен коэффициентом. Это просто ненормально, да, то есть если я правильно понимаю, в новой формуле, в общем-то, будет большая дифференциация пенсии в зависимости от заработной платы. Чем выше соотношение вашей зарплаты к вот этому верхнему пределу, с которого будут платиться страховые взносы, тем выше будет пенсия. Ну, надо сказать, что коэффициент более позднего выхода на пенсию, ну, примерно не 60, а в 65, дает очень весомую прибавку. Он очень серьезно влияет на расчетную форму. Ну, я все-таки, знаете, получается, что я выступаю апологетом, да не той системы, в которой я являюсь специалистом. Ну, просто на самом деле приходится заниматься этим всем. Я просто хочу сказать, что я считаю абсолютно правильным в ведении выбора за страхованным лицом. Вот 6% или 2% это действительно очень правильно, потому что если люди, некоторые люди просто сознательно не хотят иметь накопительный компонент. Ну, не хотят, вот они его иметь, они полностью рассчитывают на поддержку государства. Но времени пришло, наверное, еще как-то у нас в матушку родину и в государство верят в больше, чем в себя самого или в какие-то инвестиционные инструменты. Ну, 80 миллионов плательщиков, участников в трудовых отношениях, а участники в накопительном компоненте 16 миллионов. Так, 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 не, не, Валерий Ильич, подождите. У нас накопительную часть имеет 70 миллионов, а перед... Ну, я имею в виду, кто не молчал. А не молчалов. Не молчалов 16. Уже 20. Уже 20. Видите, цифры растут. То есть, в принципе, сама, ну, будем говорить, цифра говорит о том, что пока еще... Но цифры растут. Цифра говорит о том, что есть устойчивая тенденция, что каждый год, каждый год люди, увеличивается количество людей, которые сознательно выбирают для себя накопительный компонент. Именно вот накопительный компонент в частных структурах. И... А они довольны динамикой? Есть какая-то, свидетельствует там статистика, сколько человек довольны своим, как управляют их накопительной? Ну, вы знаете, вот занимался этим в прошлом году фонд общественное мнение, довольно серьезный проводил опрос. Ну, в прошлом году никто не был доволен инвестиционным процессом, потому что перед этим был восьмой и девятый год. Но вот прошлый этот год инвестирования, он показал хорошие результаты, значительно выше инфляции. И, в принципе, люди успокоились. Или у нас в этом году 6 миллионов. Подали заявление, 4,6 миллиона были удовлетворены. О переходе с Пенсионного фонда России в Негосударственный пенсионный фонд. Ну, надо сказать, что те вот два года, когда все-таки первая накопительная компонента работала, ведь, смотрите, ни один вкладчик в эту систему не оказался обманутым. Все эти деньги уже сейчас выплачивают. Выплачивают. А их немного, этих денег, да, там, ну, где-то от 8 до 20 тысяч, но, тем не менее, каждому выплатили. Это тоже вернуло доверие, что не будет никакого там обрушения, и деньги никуда не пропадут. Это действительно небольшие, но накопление. На Кипре тоже много лет выплачивали деньги. Ну, слушайте. Ну, это рыночная экономика, Игорь. А что рыночная... Нет, извините, пожалуйста, обрезание вкладов, извините за выражение, это не рыночная экономика. А вклады Сбербанка? А что вклады Сбербанка, это тоже не рыночная экономика. Доверия нету никакого. Поэтому люди предпочитают, лучше я буду иметь сейчас, чем я буду иметь потом. Так тогда я вам скажу так, что тогда надо всем идти в накопительную. У них, по крайней мере, есть право наследования в процессе накопления, право наследования этих 6%. Вот если человек умирает, ему, его преемником, до достижения пенсионного возраста, его правоприемником выплачивает вся сумма пенсионных накоплений и инвестиционный доход. А вот страховой уж, извините, ничего не выплачивается, потому что это солидарная система. Константин, если говорить не о пенсионной системе, а вообще о системе вкладов в банки, надо сказать, что с момента появления агентства по страхованию вкладов, все-таки значительно выросли взносы в банковскую систему. И согласитесь, что за последнее время были же банкротства банков, но при этом ни один вкладчик не пострадал. До 700 тысяч рублей мы же гарантируем. Подписался, потому что мы, как ассоциация пенсионных фондов, уже 4 года выпьем. Давайте создадим систему страхования, мы готовы в этом участвовать. Не государственный пенсионный фонд. И почему же нет? Будет. Кстати, вот компоненты накопительные предусматривают, насколько я помню, эту строчку в стратегии развития пенсионной системы, скорее всего, накопительные компоненты будут посвящены отдельным законам. А как она будет работать? Вот вы говорите о рынке. С банками понятно, да? Я сделал вклад до 700 тысяч, или сейчас уже повысили, по-моему, до миллиона. Миллион лежит у меня в банке. Нет, до миллиона не повышали. Ну, неважно. Планируют повысить. Хорошо, неважно. 700 тысяч у меня лежит в банке, до 700 тысяч я... Вас слышат. Избиратели меня слышат. Ну, а как? Они же потом с нас спросят. Где ваш миллион? Ну, неважно. 700 тысяч лежит в банке. Хорошо. У меня накопилась определенная сумма в негосударственном пенсионном фонде. А, насколько я понимаю, вы его инвестируете, это все, как вы говорили, рынок. То есть, вы можете и потерять. Да. Как же ввести на этом-то... Вот тот законопроект, который сегодня существует, разработан Министерством экономического развития и обсуждается в правительстве, он предусматривает следующий подход, что страхуется сумма пенсионных накоплений к моменту выхода на пенсию. Все на пенсию одновременно не выходят. Взносы взносятся как негосударственные пенсионные фонды, создают свои резервы внутри себя, да? Так и вот в аналог агентства по страховому... по страхованию вкладов тоже поступают взносы от негосударственных пенсионных фондов, часы от государства. И они как раз предназначены для того, чтобы к моменту начала выплаты у человека была гарантированная сумма в размере взносов, которые внес за него работодатель. Пока предусматривается такой вот... То есть, это несгораемая сумма? Это несгораемая сумма, из которой потом планируется выплачивать пенсию. Расчет, в общем-то, мы давно занимаемся этой проблемой и считали, актуарий считали и так и сяк, в связи с тем, что на пенсию все-таки выходит, ну она дискретно идет, выход на пенсию, да? И мы не рассчитываем на то, что кризисы у нас будут каждый год в течение там 10 лет подряд, такого не бывает. Поэтому, в общем, нагрузка на саму систему взносов, она даже меньше, чем у банков, у агентства по страхованию вкладов. Там где-то нужно порядка 0,05% взносов вносить в эту систему. Да, даже 0,01%, ну там есть разное, 0,1%, 0,05%, тут уже это вопрос расчетов. То есть, в принципе, создать такую систему можно и нужно, и планируется ее создать в этом году, что заметно повысит, на мой взгляд, доверие граждан к самой системе и не позволит, скажем, допустить банкротство негосударственных пенсионных фондов и потери пенсионных накоплений. Собственно, такую задачу президент и ставил. Ну и плюс ко всему, значит, нужно переходить к вопросу инвестирования этих средств на принципах разумного инвестора. Я вот приведу один простой пример, вы говорите, нужны ли ограничения. Ограничения нужны, но они тоже должны быть разумными. В девятом году, вернее, в восьмом году, если быть точнее, в мае месяце многие негосударственные пенсионные фонды, почуяв запах жареного, начали просто, попытались перевести свои средства пенсионных накоплений в депозиты банков. И получили от нашего государственного регулятора предписание Грозный вернуть все назад в акции предприятий, потому что это нарушает принципы, значит, инвестирования не более 20% в депозиты банков. Естественно, иначе мы отзавим у вас лицензию. Мы вернули эти деньги на рынок акций, в результате получили минус 30% по итогам года. Ответственность понесли владельцы пенсионных фондов, потому что их заставили восполнить эти 30%, а не те, кто принимал эти решения. Хорошо, тогда, на ваш взгляд, как разумно было бы изменить эту систему? Так как Европа, система пруденциального надзора, когда мегарегулятор, то есть то, к чему мы сейчас и выстраиваемся, да, когда мегарегулятор, который фактически в режиме реального времени... Отслеживает... Отслеживает систему рисков. Понимаете, сегодня можно, вот вы говорите, просто консервативный портфель и рисковый портфель, да, это один подход, но плюс ко всему и внутри этих портфелей нужно отслеживать систему рисков. Сегодня у нас нет нормальной системы риск-менеджмента, сегодня у нас нет нормального контроля, у нас есть спецдепозитарии, которые следят только за одним, чтобы при инвестировании не нарушался вот этот баланс. 20% сюда, 10% сюда, а что в результате получается, как результат этого инвестирования... А внутри, допустим, у вас консервативный... А как он описывается, консервативный портфель? Нет, нет, сейчас вообще этого нет, или сегодня есть ограничения. То есть просто тупо вы должны держать здесь? Просто тупо, 20 здесь, 80 здесь, 10 здесь. А типа, сказать, что вы имеете внутри не более 3% голубые фишки, это акции второго эшелона, это облигации? Это вот в том-то и дело, что к этому нужно приходить. Для этого, собственно говоря, мы... Я считаю, что одна из причин создания мегарегуляторов в сфере принятия решения о сохранении накопительного компонента, это как раз создание системы прозрачного риско-ориентированного контроля за инвестициями государственных пенсионов. У меня возникает только вопрос, Валерий Владимирович, а выгодно ли будет кому-нибудь такая прозрачность? У нас, во-первых, и с банками такое не создано. У нас, насколько мы понимаем, некие коптивные банки умудрялись и умудряются под носом у Центробанка и Агентства по страхованию вкладов творить такое, что если бы у меня были волосы, они бы стали дыбу. Ну, наказание-то все равно приходит потом. Дело в том, что... Ой, не ко всем. Вы можете сейчас гарантировать, что в банках первой сотни нету вот такого безобразия, которое... Наверное, есть. Я банковскую систему не очень хорошо знаю. Я хочу сказать, что кому от этого выгодно? Выгодно, прежде всего, тем, кто пользуется пенсионной системой. Значит, пользуются пенсионеры, пользуются будущие пенсионеры, пользуется тот бизнес добросовестный, который работает с пенсионными деньгами. И в целом, чем прозрачнее, тем меньше... Чем больше света, тем меньше шансов, что кто-то там что-то смухлюет. Это, во-первых. А во-вторых, чем больше света, тем меньше, в том числе, менеджмент фондов будет зависеть от каких-то решений, там, скажем, тех или иных бенефициаров. Вот очень хочется там деньги направить вот сюда вот. Вот хочется к себе, да? Для СЭБы немножечко. А результат-то потом же... Нам же отвечать за результаты... После выпуска новостей, если не возражаете. Ну что ж, продолжим нашу программу. Мы обсуждаем пенсионную реформу с Константином Угрюмым и Валерием Рязанским. Валерий Владимирович, вы хотите что-то дополнить, да? Я хочу сказать, что вот уже не первые эфиры, не первую встречу проводим. И в целом, все-таки, так и не можем через эфир доказать, все-таки, как выглядит эта будущая пенсионная формула. И вот для того, чтобы, ну, хоть какие-то контуры ее были прослежены, я должен, ну, привести некие такие, ну, граничные параметры этой формулы, чтобы было более-менее понятно. Я сегодня в эфире в РБК попросил одного из разработчиков, Юрия Михайловича Горлина, пересчитать свою собственную пенсию. Вот если бы я со своим трудовым стажем в 39 лет не уходил бы на пенсию, и по выходу возрастному, естественно, он просчитал мою пенсию, и она уже получилась значительно более высокой, если бы я, ну, что называется, работал и жил по той форме. Это для вас. Я говорю о трудовой форме, о трудовой пенсии, которая у меня на сегодняшний день 13,5 тысяч рублей. Так что это, в общем, достаточно хорошо и наглядно показывает, что чем больше стаж я отработал сверх, ну, базовых 35 лет... Это не только, есть индивидуальный пенсионный экифициент, если бы дело было бы только в стаже. Насколько я понимаю, есть так бы ваш личный вклад, да, соотношение моей заработной платы к среднему заработку по стране. Совершенно верно. Но даже не среднему заработку по стране, а той, будем говорить так, предельной цифре, которая считается за некий такой, ну, базовый... У вас она явно значительно выше. Но сейчас это 2,3 средней заработной платы по стране, то есть где-то, грубо, 568 тысяч годовой заработной платы. Поэтому если она будет постепенно подниматься до миллиона рублей, то это, в общем, ну, будем говорить, понятное соотношение. А для кого невыгодно окажется вот эта реформа? Вы знаете, эта формула не оставляет, что называется, за этим Рубиконом невыгодно ни одного пенсионера. Даже если новая расчетная формула применяется к вашей пенсионной истории, и вам вдруг эта формула дает меньшую пенсию, здесь используется золотое правило. Пенсию вам будет начисляться по-прежнему. По-старому, совершенно верно. И в этой части ни у одного не должно быть никакого беспокойства. Кстати, это правило мы применяем с 2000 года. Ну, а если продолжить объяснение, то мы должны понимать, что с 1 января 2014 года, пока вот на сегодняшний день, несмотря на то, что есть поручение президента разработать предложение о все-таки продлении права выбора, накопительной части, вот иметь ее или не иметь, пока мы не видим никаких на эту тему ни документов, кроме заявлений, да, это будет когда-нибудь сделано. Поэтому я просто хочу сказать, что вот сегодня остался последний внятный год, 2013 год, когда у людей есть возможность написать заявление, перевести свои средства либо в частные, либо, я подчеркиваю, заявление в государственную управляющую компанию, в портфель, либо в консервативный, либо в рисковый портфель, и тогда они гарантированно сохраняют свои 6%. Если они промолчат, либо их не будет вообще, либо будет 2%. Просто вот это надо понимать, потому что заявление заявлениями, обещания обещаниями, но пока мы не видим, к сожалению, мы пока еще не видим каких-то конкретных документов и даже подходов вот к этому реализации этого поручения президента, сохранить право выбора с 1 января 2014 года. Но это, безусловно, будет выполнено, это несложная поправка в законопроект, которая, безусловно, отразит решение президента. А для кого это будет? Для тех, кто вновь вступает в трудовые отношения? Либо это будет для всех сохранено? Константин, скажите, а вот вы больше склоняетесь все-таки цифру 6 не делить? Не делить это как? Ну, на 2 и 4. Все-таки 6 либо там, либо там. Нет, я наоборот считаю, что либо 6, либо если ты никуда не идешь, то 2. Ну, то есть 6, либо молчун. Либо молчун 2, либо 6. Либо 6 там, понятно. А, кстати, объясните мне механизм, опять-таки, за казенный счет, свое любопытство. Я вот, например, даже не знаю, где находятся мои деньги. Я знаю, что они куда-то инвестируют. Мне откуда-то приходит письмо, что они переданы какой-то управляющей компании. Вы молчун. Да. Что мне нужно сделать, чтобы не быть молчанным? Куда обращаться? Написать заявление в Пенсионный фонд России. О переводе денег? О переводе денег либо в частную управляющую компанию, либо в государственный пенсионный фонд, который вы можете выбрать, с удовольствием с вами заключат договор. Сейчас ваши деньги находятся в Мешканом банке. И вот, кстати говоря, если вы ничего не делаете и не знаете, то с 1 января 2014 года вместо 6% у вас там будет 2. А что сделается с теми деньгами, которые... А те пойдут в вашу солидарную часть. В солидарную пенсию. То есть я сейчас должен написать заявление, что прошу 6%? А бланк заявления где, брат? А можно их попросить выдать мне наличные? Игры наличными, к сожалению, не дают. Нет, по выходу на пенсию. По выходу на пенсию, да. Получать всю свою сознательную жизнь после выхода на пенсию. Да, но я еще раз подчеркиваю, что есть вот такой неубиваемый аргумент, который заставил меня, хоть я 57-го года, надо сделать выбор, но и очень многих моих знакомых, это то, что все-таки это живые деньги, это живые деньги, которые, как минимум, вы хоть как-то можете ими распоряжаться. И второе, что в случае преждевременной кончины до выхода на пенсию, этими деньгами воспользуются ваши правоприемники. А мне вот еще одно непонятно, простите, я вас перебью. В противном случае вы будете получать не ниже инфляции, и не ниже, по крайней мере, ту сумму, которую вы внесли вам. 6% гарантированно всегда. Расскажите мне, пожалуйста, значит, насколько я понимаю, в формуле новой расчета есть понятие, как бы, индивидуальный коэффициент, да, и там проверяется, как бы, моя зарплата к средней по стране в течение какого-то времени. Это и есть ваш индивидуальный коэффициент. Учитывая, что средняя зарплата там меняется с места работы до места работы и так далее, как это, то есть за какой промежуток времени? За каждый год. Средневзвешенные коэффициенты берутся? За каждый год у вас будет фактически выполняться ваша расчетная формула. За каждый год у вас будет свой индивидуальный коэффициент. За каждый год. То, что у вас каждый год какая-то своя заработная плата. А вот те годы, что я не работал в России. Зачем? Вы же платили заработную плату. Вам же платили зарплату. Когда я не работал, в России нет. Ну, как? Вот была такая дырка, да, вот работал я не в России. Нет. А работодателем у вас было государство? Нет. Когда я работал не в России, нет. До того, как я отправился работать за границу, у меня работодателем было государство, да. Если за вас работодатель любой, либо сам лично платили страховые взносы, это войдет в стаж. Если нет, то это такая дырка у вас будет. Не заплатил, не получил. Вот в чем принцип страхования. Вообще принцип страхования. Не заплатил, не получил, это понятно. То есть, соответственно, если вы не платили взнос в том промежутке, когда вы работали за границей, получали там зарплату. А коэффициент как будет рассчитываться? А просто он будет рассчитываться за те годы, за которые за вас наносили взнос. То есть, и среднему будет рассчитываться, исходя из этого? Ну, наверное, да. Это вот скорее, Валерий Владимирович. Константин Семенович, что сейчас не хватает в той реформе, как вам кажется, помимо тех вещей, которые мы перечислили, еще раз их, если можно перечислить? Пока ясности. Вот я вам честно скажу, что, во-первых, первое, я хочу сказать, что весь прошлый год и та полемика, порой истеричная, которая велась вокруг пенсионной системы, ее реформирование, она ничего хорошего не принесла ни пенсионной системе, ни населению. Вот такие вещи очень чувствительные надо обсуждать не на, может быть, не в том тоне и не в том темпе, в каком это делалось в прошлом году. Вот сейчас мы как-то более-менее внятно и спокойно начинаем обсуждать эти вопросы. Мне вот это нравится. Но не хватает на сегодняшний день ни формули. Если бы было все понятно до конца, можно было бы рассуждать. На сегодняшний день идет работа, кропотливая работа. Идет работа по различным направлениям. Но сказать, что нам сейчас все понятно в той системе, которая предлагается, или это понятно из той концепции, которая опубликована полностью до конца, я бы не сказал. Вот на сегодняшний день, может быть, накопительное будет отдельным законом. Почему отдельным законом, если это общая система пенсионная, система обязательного пенсионного страхования? А если это не система обязательного пенсионного страхования, то почему обязательные взносы в эту систему? Или эти взносы опять не будут обязательны? И нам до конца этого все еще пока не объяснили. Но я думаю, что это вопрос времени. Очень надеюсь на то, что мы услышим и разъяснение, и узнаем, как же все-таки до конца будет эта система выглядеть. Несовершенство нынешней пенсионной системы, расчеты пенсии, оно, в общем-то, что называется, побудило президента поторопить всех участников этих дел. И совершенно оправдно, что в указе от 7 мая прошлого года президент поставил жесткие сроки. Иначе мы, как всегда, по своей русской традиции растянем это все на год. А нужно решать вопросы значительно в более высоком темпе. Да, спорить надо. С профессионалами, экспертами нужно встречаться, решать. Но до бесконечности затягивать нельзя, потому что есть экономические вещи, есть экономические характеристики, параметры, что здесь, в общем-то, расчеты не обманешь. Что касается самой формулы, мне в этой формуле нравится что? То, что зачастую, что нас спрашивают избиратели, почему не стимулируется более высокий уровень трудового стажа? Почему не стимулируется более высокая зарплата? Почему уравнилок существует в этих вопросах? Почему отсутствует мотивация и так далее, и так далее? На эти вопросы формулы дают ответы. Слава богу, я считаю, что в этом позитив. Что касается пока тех вопросов, которые у меня есть, как представителя комитета по социальной политике, это вопросы, будет выплачиваться базовые пенсии или нет в период, когда пенсионер работает. А пока предположительно нет. Здесь надо говорить правду. Почему? Потому что базовая часть будет выплачиваться из бюджета, и в этой связи надо четко понимать, что мы тогда говорим о более высоких принципах страхования, что это страхование от потери заработка. Поэтому базовая часть, как выплаты из федерального бюджета, она тогда платиться не будет. Вопрос. Будет ли пересчитываться страховая пенсия, если человек, пенсионер продолжает работать? В этой части пересчет, в данном случае, тоже не будет производиться. Поэтому на все эти вопросы, непростые вопросы, нужно давать ответы. Причем, учитывая, что видов пенсионных историй и их множество, и в этой связи надо будет огромную работу провести пенсионному фонду, общественным организациям, в том числе и вам, уважаемый Константин. Семенович, для того, чтобы наши ныне живущие пенсионеры, работающие, а их 12 миллионов человек, они каждый поняли, что будет с их индивидуальной и пенсионной историей по применению... А главное, чтобы они еще не испытывали никаких поражений в правах, скажем так. Вот эта формула исключает, и стратегия четко это прописана. Это исключает. Ну, на этом наша передача подошла к концу. Я напомню, что в гостях у меня были Константин Семенович Угрюмов, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, и Валерий Владимирович Рязанский, председатель комитета Сан-Франциско... Совета Федерации. Потому что, когда я вижу Сан-Франциско... ...социальный комитет Совета Федерации по социальной политике, лидер Союза Федерации, а также я, Игорь... Всего вам доброго, удачи в делах.